Всем привет! С вами я, Лариса, и сегодня у меня обзор покупочек из магазина Маяк. Сразу же хочу сказать о товарах, которые буду сейчас показывать. В одном из последних комментариев, тоже касаемо магазинов от Эконом-класса, были написаны комментарии по поводу краски. Кто-то там написал, что вроде бы сидит лысая и рассказывает, что краска хорошая. В принципе, не знаю, ребят, где вы видите, что я лысая. Вроде бы все волосы у меня на месте, все в порядке. Но я понимаю, что это хейтерский, конечно, такой был комментарий, высказывание. Поэтому, ну вот, я не знаю, буквально совсем недавно покрасила волосы подобной краской из магазина Светофор. Ну, правда, у нас сегодня тоже обзор магазина Эконом-класса, да, но немножко другое название. В принципе, товары у них там идентичные. Мне в последнее время стало больше нравиться посещать именно Маяк, потому что там больше ассортимент. Поэтому давайте сейчас перейдем ко всем закупкам. Но вот этот вопрос с краской очень часто мне попадаются. Поэтому хочу сказать, да, она быстрее чуть-чуть смывается, чем, допустим, та же капус, да, которой я крашусь. Но в предыдущем видео, где мы закупались, да, я сказала, что у меня не всегда бывает возможность, потому что эту краску я заказываю через совместные закупки, да, я говорю сейчас о капус. И не всегда бывает, она вовремя приезжает, что мне нужно покрасить волосы. Она отличается, да, она быстрее смывается, наносится, в принципе, нормально, мне нравится. И не сказать, что она там портит волосы, они выпадают как-то. Нет, вполне себе нормальная, достойная краска. Конечно, у всех волосы, может быть, по-разному это все воспринимают. Но у меня абсолютно нормально они себя ведут. И, ну, конечно же, после краски капус волосы более гладкие, а здесь, ну, может быть, менее, как-то лучше расчесываются. Ну, вот и все, в принципе, и все отличие в этой краске. Ладно, все, поехали, сейчас показываю, потому что уже дети хотят пить чай, просят печенье у нас в семье. Каждый раз в обзорах говорю, что долго особо ничего не задерживается, хотя какие-то вещи остались. Сейчас буду рассказывать и расскажу, в общем, что у нас еще осталось с той закупки. Не знаю, зачем взяли, но поехали, в общем. Итак, вот все, что здесь на столе находится, нам обошлось примерно в 5 тысяч рублей. Там без нескольких рублей, там 4, ну, в общем, не помню, в общем, почти 5 тысяч рублей. Давайте, поехали. Взяли вот такой вот чай Ричард. Берем уже не первый раз. Нормальный, абсолютно заваривается 100 пакетиков. Рис там раньше брали, он мог прямо на несколько кружек хорошо завариваться, но сейчас я заметила, что он стал как-то менее крепким, что ли. В этот раз взяли вот такой вот липтон попробовать, чай экстра крепкий написано. Ну, не знаю, такого точно первый раз берем, ничего о нем сказать не могу. Дальше. Вот примерно та же самая краска, только взяла в этот раз попробовать, какая-то фитоколор называется, а та краска идет в голубой упаковке, называется Estelle, о которой я говорю. Вот я уже свое мнение о ней сказала, но вот эту не пробовала. Цвет черный я окрашу волосы, поэтому попробую, может быть, в дальнейших обзорах скажу, как она себя поведет на волосах. Давайте я ее открою. Там внутри у Estelle синенькие такие бутылочки, а здесь я посмотрела, заглянула, смотрите, здесь идет бальзам-кондиционер после окрашивания волос, проявляющая эмульсия, она также, видимо, идет в жидкое, не кремообразное, скорее всего. Так, вот сама, смотрите, даже здесь идет масло Ши и гель Алоэ Вера. Поэтому попробую, скажу. Единственное, что мне не нравится, что окислитель здесь 6%. Я обычно крашу, когда беру 3% отдельный окислитель, чтобы умение травмировать свои волосы. Ультрастойкое окрашивание, насыщенный сияющий цвет, не содержит аммиак, то есть она даже без аммиака. Вот кто хочет, можете поставить на паузу и прочитать состав этой краски. Не знаю, попробую, посмотрю, потом в дальнейших обзорах скажу свое мнение об этой краске. Так, берем вот такую вот, 4 баночки говядина тушеную взяли. Там где-то свинина, по-моему, еще попалась, я не смотрела, брала. Женя у нас любит такую вот иногда доширак, но я иногда тоже вот взяли при упаковочке. Вот такие вот чипсы у нас остались еще с прошлой закупки. Эта закупка была, по-моему, еще в марте. Лежат у нас, ну вот Женя в этот раз взял две с паприкой и третью тоже с паприкой. Они разные идут по вкусам, поэтому в этот раз взял вот такой чернослив килограмм здесь. Арахис жареный соленый, в принципе, мне понравился. Тоже брали до этого, слабосоленый такой, нормальный на вкус. Конфеты ярче давно не брала, что-то захотела с чаем. И девчонки любят вот такие вот арбузики, это желейные конфетки. Им понравились, тоже они любят их кушать. Так, вот такой вот напиток. Тоже ехали прямо вот в машине, они уже начали его пить. Им понравился, говорят, не сильно газированный, хороший напиток. И такую же, вот я так поняла, полтора литровую бутылку взяли мега. И здесь производитель-то, наверное, такая же. В общем, похожи они очень. А если не похожи, то потом тоже, может быть, в дальнейших обзорах скажем свое мнение. Так, девчонкам взяли вот такие вот шесть упаковочек яблока. Естественно, уже одну коробочку выпили. И вот такой вот Анютка попросила мультифруктовый вкус. Для моряшки, как перекус иногда, даем тоже редко. Но даем вот последнее время. Что-то пюрешко. Состав здесь морковь, яблоко, тыква. Где-то тоже в предыдущих обзорах я рассказывала поподробнее об этом пюре. Поэтому смотрите наши прошлые обзоры, если вам интересно. Женя тут чего-то задумал. Взял щепон фруктовую вишня для копчения. Есть у нас коптильня. И, видимо, решил, что там покоптить. Взяли. Закончились у меня ватные диски по качеству. Как она? Акела. В общем, по качеству мне они нравятся. Так, продолжаем. Взяли вот такие вот еще универсальные полотенца. Из нетканого материала. Мне они нравятся. Раньше я для марьянки их использовала. И пока она маленькая была, в подгузнике их подкладывала. Здесь 125 штук. А так вот иногда сейчас использую. Где-то что-то протереть, вытереть. В общем, много где они мне пригождаются. 125 штук. И хотела сказать, что в ленте дешевле 100 с чем-то рублей. 150 они или как-то по цене не помню. А здесь 70 с чем-то рублей стоят эти полотенца. Так, девчонки там мне играют. Сыр тоже голландский взяли кусочек. Это я взяла что-нибудь поплавить его. В общем, в микроволновке приготовить что-то с ним. Тоже многие пишут, это не сыр, это не масло. Не надо, друзья, меня переубеждать. Я смотрю на упаковках. Это именно сыр. То есть там есть написано, где плавленный продукт. А есть именно вот где сыр. Поэтому это, друзья мои, сыр. Так, девчата у меня тут уже прибежали. Марьян, не растаскивай, пожалуйста. Все, мама сейчас показывает. Видите, уже все у нас пошло. Морковка по-корейски. Берем уже тоже не первый раз. Уже покушали ее на обед. По вкусу нравится. Вкус такой умеренный. И, ну, в общем, хорошая морковка нам нравится. Ватные палочки. Аура тоже берем. По качеству они мне нравятся. 100, нет, 400 штук здесь даже. Майонез, ведро, провансаль. В обычном магазине, таком, как лента, допустим, супермаркет, он стоит 100 с чем-то рублей. В нашем местном магазине 90, а здесь по 87 рублей. Кстати, я не знаю, если хотите, могу вам чекать, снять. И можете в конце этого обзора посмотреть все цены. Если вас интересует, влажные салфетки. Это уже хит нашей семьи. Берем постоянно. Берем помногу. Но вот в прошлый раз я закупилась побольше. Поэтому в этот раз взяла только две упаковочки. Тетрадки. Девчонкам здесь 22 штуки. Так, ну, смотрели мы их в магазине. Ксюша сказала, что вполне себе нормальные, годные тетрадки. Конечно, они здесь не идут такие, знаете, глянцевая бумага, но и не чисто белоснежная. Но вполне себе нормально на какие-нибудь рисовашки, записульки там для их. Аньке взяли вот такие вот тапки. Брали мы тоже в прошлом году ей подобного плана. А принеси, Ксюша, пожалуйста, показать. Видите, ну, у них подошва такая. Конечно, у них цена совсем копеечная. 150 рублей. Вот такая вот ткань. Какая-то вот странная. Не пойму я, конечно, как они будут в носке. Но с ее размерами вот были только такого вот. Были и белые вот эти полосочки, золотистые. Ну, мы взяли вот такие вот черные. То есть тут такая вот идет как сеточка. Видите, сетка идет. И что хочу сказать. Они мягкая подошва. Они удобные, невесомые почти на ноге. Сейчас вот я вам покажу. Мы в прошлом году брали. Конечно, они уже убитые у нее. Она на улице в них бегает. Вот такие вот тапочки. Ну, смотрите, спустя больше, наверное, даже года. Причем она их и на физкультуру, и на улице гулять. Ну, вот они повыцвели немножечко. И смотрите, какое у них состояние. Поэтому взяли, не знаю, ничего не могу сказать про ткань, конечно. Она какая-то чем-то пропитана. Видите, как блестит. Это она на кой тут наступила. Ну, посмотрим. Потом, может быть, тоже в дальнейших обзорах покажу, как они поведут себя после носки. Ну, вот берем. И вполне себе, вот вы видели, как качество. Это для мамы. Для моей взялись. Все сюда бутылки не понесла. Взяли три бутылки. По три литра. Белизна. Это она у себя в хозяйстве там использует. Во дворе где-то еще моет. Ну, ничего. Белизна, белизна. Так, вот такой вот сыр Президент. Тоже здесь два с ветчиной. Так, не фокусируется. В общем, два с ветчиной, четыре сливочных и два с грибами. Девчонки любят такой сыр треугольничками. Сыра богато в сыр плавленый. С ветчиной тоже берем не первый раз. По вкусу нормальный. Иногда попадаются, знаете, по консистенции, видимо, как приготовят. Какой-то погуще, а какой-то прямо так хорошо намазывается. С холодильника влажный. Замороженная смесь мексиканская. Сейчас так вот сотрем ее. Здесь в составе кабачки, кукуруза, зеленый горошек, стручковая фасоль и морковь. Тоже беру частенько, куда-нибудь в овощи добавляю, когда отвариваю. Или в мясо. Вот такой кофе тоже уже открылись. Жене попробовали. Я ему говорила, я говорю, давай не будем его брать. Мне кажется, мы его как-то брали. Мне не очень понравилось. Не понравилось чем? Тем, что вкус у него такой слабенький. Знаете, бывает не всегда мы готовы сварить кофе себе в кофеварке. Поэтому по-быстренькому вот такой вот берем растворимый кофе. Масло. Вот такое вот тоже берем. 72,5%. Это масло. Я уже устала всем доказывать. Но в этот раз уже доказывать не буду. Если вы хотите считать, что это не масло, считайте, что это не масло. Мы считаем, что это масло. Для нас это масло. 180 грамм. Состав я уже говорила неоднократно. Тоже кто хочет, перейдите, посмотрите. Так, а где состав-то у нас? Давайте я вам покажу, чтобы вы никуда не уходили. Так, сейчас, девчонки, я заканчиваю. Состав пастеризованные сливки. Все. На этом я больше про масло говорить ничего не буду. Про масло, про краску. Что это не натуральный продукт. Дальше вот такая вот литровая томатная паста. Это Женя приноровился. Девчонки, девчонки, бесятся уже у меня там. Тихо. Марьянка. Вот такая вот томатная паста. Кухмастер. Литровая баночка. 140 рублей она стоила. Это наша семья мешает томатные соки. Вот, приноровились, делают. Газировка. Это взял Женя себе. Я не знаю, что про нее говорить. Я газировку не очень сильно люблю. Поэтому, ну, наверное, газировка газировкой. Он берет не первый раз ее. Поэтому, видимо, нравится ему. Дальше вот такая вот жидкость для мытья посуды. Фаири, сочный лимон. Здесь 900 миллилитров. Беру, как бы я мою в посудомойке. Но иногда что-то надо ополоснуть. Кастрюльки там сполоснуть или еще что-то. Вот такое вот средство бархат. Чистящий гель для сантехники тоже беру. Раньше оно было с желтой этикеткой. Сейчас, видимо, поменяли. Стала голубая. Она жидкая. Но она, в принципе, неплохо работает. Я ее использую для мытья душевой кабины. Мне нравится, что она не повреждает поверхность вот этой вот самой пластиковой ванны. И очень хорошо работает, если ее оставить на какое-то время. Она даже отмывает, знаете, смесители. Ну, вот именно нужно немножечко подождать. А так вполне себе работающее средство стоит там в пределах 50 рублей за 750 грамм бутылочку. Ну, и последнее, что хочу показать, это вот такой вот гель для душа взяли мы повторно. Очень нам нравится аромат его. Именно такой насыщенный, знаете, дикая вишня называется. Вот вишней пахнет очень сильно. Единственный минус был вот эта вот помпа, которая, она что-то как-то не очень хорошо работает. И приходится нажимать раз пять, наверное, чтобы она, ну, то есть, нужную дозу гелия для душа нам выдала эта помпа. Сняла обзоры, по-моему, ничего не сказала про печенье. Печенье попробовали. Вишневое вот такое вот оно идет, прослойка, как мармелад. Вот здесь вот бисквит идет и прослойка мармелад и тонкий слое шоколада. Вкусненькое, попробовали, видите, открыли упаковку. И вот такое вот печенье, его не открыли, но мы его брали в прошлый раз. Это такие вот песочные палочки идут и облитые глазурью. Тоже вкусненькие брали мы их, нам понравились. Ну вот и все, друзья, на этом мой обзорчик подошел к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, что берете в магазинах эконом, либо вообще не посещаете, в общем, какого мнения вы об этих магазинах. Ну и до скорых встреч, увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok